Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На портале Экзегет сегодня заканчиваем читать книгу Исаии. Заключительная 66 глава продолжает. В этой 66 главе продолжается та же самая тема, тема апокалиптическая, эсхатологическая. И последние две главы, как я уже сказал, представляют собой сборник апокалиптических пророчеств эсхатологического характера. 66 глава. Первые четыре стиха — это особое пророчество. Пророчество, можно сказать, против храма Иерусалимского, вернее, против тех, кто в этом храме молится и совершает богослужения, против, по всей видимости, слишком материальной религии, а также против синкретизма. Вообще, вот эти стихи, которые мы сейчас прочтем, первые четыре стиха последней главы Исаии, это, пожалуй, самое радикальное во всем Ветхом Завете, самое радикальное осуждение культа, религиозного культа богослужения. Первая глава Исаии, мы помним, там тоже очень резко говорится о том, чтобы прекратили молиться, прекратили кодить, прекратили совершать богослужения, потому что руками, оскверненными кровью своих ближних, нельзя эти руки воздевать к небу и молиться, и просить о чем-то Бога. Там очень суровые обличения звучат в первой главе книги Исаии. И вот в последней тоже. Так говорит Господь, делимитатор начала пророчества. Дальше идет прямая речь Господа. Небо – престол мой, и земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Вернулись из плена израильтяне, стали отстраивать храм. Соломонов храм, он уже не Соломонов, он уже второй храм, на том же самом месте. Но этот храм иерусалимский, и об этом очень хорошо говорится в молитве Соломона после освящения первого храма, что этот храм – это лишь отражение божественного храма, того, который на небесах у Господа, божественного дома, божественного пребывания. Может ли человек построить дом, в котором бы жил Господь, вместилось бы, невместимое божество вместилось бы в рукотворный человеческий дом? Как сказано будет впоследствии в Новом Завете, в Деяниях, Бог не в рукотворенных храмах живет. «Ибо все это соделала рука моя, всю землю, всю землю сотворил Господь, землю и небо и море и все, что в них. И все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». «Человек сокрушенный, смиренный духом», вспомним Псалом 50-й, Господь смиренного и сокрушенного духом простит ему грехи и благословит его и облагодетельствует. «Смиренный духом и трепещущий пред словом моим». Слово Господне, оно, это не пустой звук, это самое важное слово, которое человек только может услышать в своей жизни, и к нему надо отнестись со всем вниманием и исполнить божественную волю, которая этим словом выражается. И вот на такого человека Господь презрит, то есть обратит взор, милостивый взор обратит Господь на добрых людей, на хороших, на богобоязненных, на праведных, на трепещущих пред Его словом. А вот дальше резко меняется тон в третьем стихе. «Заколающий вола, то же, что убивающий человека, приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса, приносящий семидал, то же, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам, то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, душа их находит удовольствие в мерзостях их». Здесь противопоставление. С одной стороны, культ истинный, законный, богослужения в Иерусалимском святилище. «Заколать вола, приносить агнца в жертву, семидал, это благовонное курение, фимиам». И с другой стороны, все это сравнивается с культом идолопоклонническим, с убийством человека, культ Молоха, например, ну и так далее. Всякие мерзости, свиная кровь и прочее. Молитва перед идолами, идолом молитва. Эти две вещи противопоставляются. А здесь, по всей видимости, в этом резком осуждении культа в Ветхозаветном храме осуждается не культ, а осуждаются те, кто его совершает. Почему? Они, нет сомнений, наверное, совершали правильно богослужения в Иерусалимском храме. Но они в то же самое время являлись еще идолопоклонниками и совершали иные культы всяким иным божествам со всеми их мерзостями. То есть, они были синкретистами, которые смешивали. В один день шли в храм Господень в Иерусалиме, потом где-то тайно участвовали в каких-то запрещенных культах. То, о чем говорилось в предыдущей главе, в 65-й, участвовали. То есть, совершали законные богослужения в храме, совершали также запрещенные языческие богослужения, служения иным богам и прочие всякие мерзости, о чем здесь говорится, творили. «Так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающее, говорил, и они не слушали, и сделали злое в очах моих, и избирали то, что не угодно мне». Вот это пророчество, оно стоит несколько особняком посреди других пророчеств, которые его обрамляют, окаймляют, пророчества эсхатологического характера. Дальше будет уже эсхатология, дальше будет апокалиптика. Здесь очень трудное выражение. «Я употреблю их обольщение». В еврейском тексте, который, возможно, даже как-то плохо сохранился, здесь возможен другой перевод. «Выберу их несчастье». То есть несчастье, и вот во время этого несчастья они будут наказаны. Перевод российско-библейского общества начала 4 стиха такой. «Сделаю выбор, обреку их на мучение». То есть на дальний перевод «Я употреблю их обольщение, наведу на них ужасное». РБО «Сделаю выбор, обреку их на мучение». По-разному можно переводить. Трудный, трудный, плохо сохранившийся, возможно, текст. Начало 4 стиха. Дальше. С 5 стиха по 17-й включительно. Новое пророчество. Пророчество, посвященное суду над Иерусалимом. «Выслушайте слово Господа, трепещущее пред словом Его». Вот те, кто трепещут пред словом Его, Господь к ним благоволит, Он на них взирает с благоволением и благословляет их. Вот они уже появлялись во 2 стихе, и вот в 5. «Трепещущее пред словом Его». Здесь речь пророка. «Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят, пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше, но они будут постыжены». Ну, как-то не очень здесь представляются эти люди. Вот эти самые братья, ненавидящие благочестивых людей, они здесь подвергаются критике, современники благочестивых иудеев, неблагочестивые иудеи, их братья, которые ненавидят благочестивых иудеев и изгоняют их за имя Господне. Мы не знаем, какая историческая реальность конкретно за этим стоит, но вот было какое-то противостояние благочестивых иудеев, трепещущих пред словом Господнем, которое в том числе и через пророка доносится до них, и теми, кто стоит к ним в оппозиции, противодействует им, изгоняет их, наверное, из Иерусалима или из каких-то других мест святой земли. Но они будут постыжены. Пусть явит себя в славе Господь. Есть какая-то претензия, вот здесь эти слова, которые изрекают эти нечестивцы, и мы посмотрим на веселье ваше. То есть с их точки зрения Господь явит себя, наказав тех, кому Господь благоволит. Вот, ну, смысл не совсем ясен, пятого стиха. Вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим. Вот те самые ненавидящие благочестивых и изгоняющие их, они будут наказаны. Их постигнет возмездие. Сам Господь им воздаст. Еще седьмой стих очень интересный. Вроде бы, как бы, создается впечатление, что он вне контекста. Еще не мучилась родами и родила. Прежде, нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. Образ роженицы или роженицы. Ударение здесь можно ставить и на одном, и на другом слоге. Будет все правильно. Роженица или роженица. Есть два варианта. Так вот, роженица, роженица. Здесь представлен ее образ не первый раз в книге Исаии. Мы встречаемся в 26 главе, правда, несколько в ином ключе, в ином аспекте она там поминается. О чем здесь говорится? Вот о том самом новом мире, о котором мы читали выше, в 65 главе, будем читать дальше, в этой 66 главе, явится этот новый мир внезапно. Внезапно, в мгновение ока. Женщина тоже ведь рождает внезапно. Она не рождала, не рождала, родами не мучилась, вдруг раз и родила. Вот так же и новый мир Божий, новое небо, новая земля, новый Иерусалим явится внезапно. Неожиданно. Вот этот образ женщины-роженицы здесь употребляется для того, чтобы показать внезапность, внезапность того, что произойдет. Кто слыхал таковое, кто видал подобное этому, возникала ли страна в один день, рождался ли народ в один раз, как Сион едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Новые сыновья в этом новом граде, Сион, Иерусалим, новое поколение новых людей, потомков, тех, кто вернулся, остатков из вавилонского плена. Здесь риторические вопросы звучат. Конечно, такого не слыхал никто и не видал ничего подобного этому. Народ не может родиться вдруг, внезапно, но вот произойдет божественное чудо и внезапно будет заново рожден, вновь рожден Богом народ Божий. Как когда-то из Египта, из толпы рабов произошел народ израильский, так и здесь будет нечто подобное этому. Внезапно, неожиданно, толпа станет народом и народом Божьим. Продолжается использование той же самой метафоры. «Доведу ли я до родов и не дам родить?» — говорит Господь. «Или давая силу родить, заключу ли?» Утроба добавлено курсивом по смыслу. «Говорит Бог твой». Та же самая тема продолжается. Господь, если что-то задумал, Он непременно осуществляет. Звучит призыв. «Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем». Новый Иерусалим, освобожденный, очищенный, в котором нет никакого зла, вне которого оказываются все нечестивцы, Он веселится и радуется. И все люди, и иудеи, и все народы земли должны радоваться с Иерусалимом. Радоваться и веселиться. Радость Иерусалима — это радость для всех людей. Скорбь Иерусалима — это скорбь для всего человечества. Это очевидно и явно из всех пророческих вестей, которые до нас сохранились в Священном Писании. «Чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешения его, упиваться и наслаждаться при избытком славы его, как младенец наслаждается молоком матери, так и иерусалимляне будут утешены». И в образе женщины вновь предстает здесь этот город, он персонифицируется, у него есть сосцы, как у матери, из которой эти сосцы называются сосцами утешения, и люди будут наслаждаться, упиваться при избытком славы Иерусалима. Будет благоденственное мирное житие, достаток изобилия, при избыток славы города и его жителей. Прославит Господь свой святой город и те, кто в нем живет. «Ибо так говорит Господь». Ну, сама слава Господня и его присутствие будет в этом городе. «Ибо так говорит Господь. «Вот я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток, для наслаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленях ласкать». Здесь новые появляются краски в этой картине. Дальше будет говориться о дальних островах, о разных странах. Так вот, возвращение всех остатков народа, уже не только из Вавилона, но и из самых дальних стран, и из самых затерянных в морях островов. Оттуда эти народы, населяющие эти страны и острова, вернут пленников Сиона, вернут израильтян в их землю, в ту землю, которую им обетовал Господь и которую им даровал. И не с пустыми руками, а с богатством народов они потекут, направятся, словно потоки. И все народы будут благоволить и помогать осуществиться этой самой репатриацией. Образы, как родители ласкают ребенка на коленях, носят на руках, так вот эти народы, народы земли, будут носить, понесут на руках еврейский народ и доставят его в землю, в землю его отцов. И корабли торшиша, фарсиса, будут наполнены добром. Те корабли, на которых будут возвращаться к родным берегам пленные иудеи из диаспоры. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. Образ матери прилагает Господь к себе. Метафора материнская. Часто Бог называется отцом, но вот мать, образ матери, тоже присутствует, хотя и реже в Священном Писании. И есть такое существительное, собирательное, рахамим, от слова «рехем», утроба материнская. Вот рахамим, жалость, милосердие Господне. Его замечательное славянское слово «благоутробие». Вот Господь, Он благоутробен. Он жалеет, милует и любит свой народ, как мать любит ребенка. Даже не как отец, а как мать. Материнское чувство лучше всего подходит для изображения отношений Бога к своему народу. «И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается». Есть те, кто противятся этому, противятся суду Божьему, справедливости Божьей, противятся новой реальности, новому небу, новой земле, новому Иерусалиму, противятся репатриаций, израильтян и халие, но это враги Господни, и на них Господь разгневается, ну и, видимо, в гневе своем накажет. А тех, кто возвращается, их сердца возрадуются, кости расцветут. Кости, представьте себе, да, из Икиля 37 глава, сухие кости, они оживают, они цветут, как молодая зелень. Кости очень часто вообще о костях говорится в библейской поэзии. «Ибо вот придет Господь в огне» — кости уточняются. «Приедет Господь в огне и колеснится его, как вихрь, чтобы излить гнев с яростью и прещение свое с пылающим огнем». На кого? На тех самых врагов, которые противятся Божьему миру. Миру, о котором говорилось выше, этот мир как река. Этот мир Божий, как полноводная река, он неостановим. Новый, вечный, непоколебимый уже во веки веков мир. И те, кто этому миру противятся, пытаются враждовать, они сами будут наказаны. Так, как здесь сказано в 15 стихе. Далее 16 стих. «Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом». Последняя битва, последнее сражение перед наступлением этого нового мира, нового неба, новой земли, нового Иерусалима. «Когда сойдутся в последней битве добро и зло, два полчища, и Господь, как Господь циваот, Господь сил, Господь армий, Он поведет свои полки, воинство свое, и победа будет за ним. Великая победа. После этого будет суд над народами, их наказание. Они будут Господом поражены». «Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим едят свиное мясо и мерзости мышей. Все погибнут, говорит Господь». Свиней едят, мышей едят. В общем, мерзости всякие совершают. Может быть, здесь культовый контекст. То, о чем говорилось в предыдущей главе, когда опять это свиное мясо было упомянуто. Правда, не мыши. Там совершался культ, культы разные, делопоклоннические, осуждаемые в 65-й главе. Вот здесь может быть культовый контекст, может быть, некультовый. Можно и так, и сяко столковать этот самый 17-й стих. Первая половина 18-го стиха тоже относится к этому пророчеству. Пророчество заканчивается на середине 18-го стиха. «Ибо я знаю деяния их и мысли их, вот этих людей, которые наказываются, нечестивцев, и которых будут устранены, и которых не будет на новой земле, под новым небом и в новом Иерусалиме». Дальше со второй половины 18-го стиха и до конца главы новое пророчество, эсхатологическое, тоже эсхатологическое пророчество. Читаем. «Вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою». Слава эта проявится как раз в новом Иерусалиме. Она воссияет, будет очевидна для всех, слава Господня, наполнит этот город. И увидят это все народы. Они соберутся к Иерусалиму, чтобы увидеть славу Господню. Перекликается с другими главами, с некоторыми, в других частях книги Исаии. Это самое пророчество. «И положу на них знамение, непонятно, какое именно знамение будет положено на них, и на кого на них, на народы на эти, или на те, кто возвращается, те спасенные, которые возвращаются от них к народам». Дальше сказано «Положу знамение на них и пошлю и спасенных от них к народам». Ну, чтобы вот вывести из этих самых народов остатки Израиля и вернуть их в святую землю. «Фарсис, торшиш, к пулу и луду, к натягивающим луг, к тубалу и явану». Торшиш, о нем уже говорилось неоднократно. Это финикийская колония на самом дальнем, возможно, краю Средиземного моря, может быть, даже на Атлантическом побережье. Может быть, на территории нынешней Португалии, может быть, Тортесское царство на юге Сирии. Там тоже были финикийские колонии. В общем, далеко-далеко, издалека, с тех мест, куда Иоанн обижал, торшиш, вот оттуда спасенные прибудут. Пул, здесь пул, это Ливия, луд, это Лидия, тувал, это не Тобольск, как некоторые думают, а это Киликия, Средиземноморское побережье, вот юг Анаталийского полуострова. Это юго-восток, оттуда родом был Савву, апостол Павел. Ну, а Яван, Яван, это вообще все острова греческие, ну, и вообще все греки, и полуостров, Пелопонез, и острова греческие. В общем, все греки, это Яван. Вот здесь все эти народы, острова и страны перечисляются. Да, на дальние острова дальше, говорится, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою. Не перечисляются все эти дальние острова, но можно предположить, что речь идет вообще о всех островах, населенных людьми во всех морях и океанах. Каба-Верде, Таити, остров Пасхи, Сахалин, все что угодно. «И представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, на носилках, на мулах и на быстрых верблюдах, на святую гору мою в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде». На всех видах транспорта, которые были тогда в древности, вот они все перечисляются, даже на носилках, то есть их несут на носилках люди, ну и всякий гужевой транспорт здесь упомянут, и колесницы, и прочие все кони, верблюды и так далее. Молы на всех видах транспорта здесь народы доставляют израильтян в святую землю, словно дар Господу. Как дар Господу, как израильтяне приносят Богу в Иерусалимском храме драгоценные приношения, дары в чистых сосудах, так здесь народы принесут израильтян, словно бы в дар Господу, и прямо говорится, что это куда принесут? В Иерусалим, говорит Господь. «Из них будут брать также в священники и левиты, говорит Господь». Если здесь речь идет из них, это из евреев диаспоры, все понятно. Конечно же, среди них были левиты, и наверняка были потомки и священнического рода, рода Ааронова. Но понять этот стих можно и иначе. 21 стих, что речь идет о язычниках, об этих самых обитателях, Таршиша, Пула, Луда, Тувала, Ивана и так далее, дальних островов, которые оказываются в Иерусалиме вместе с израильтянами. Но тогда это пророчество удивительное, потому что в законе ни о чем подобном не говорится, что могут даже помыслить, подумать, не то что из других народов, но даже не из левитского колена совершать левитское служение и священническое. 21 стих в этом случае выглядит очень большой новизной. Ну, можно истолковать его в христианском ключе, с точки зрения нас, христиан. Христианская экзегеза может увидеть здесь, в этом стихе, пророчество о том, что из всех народов будут Богу избираться самим Господом служители. Служители, совершители богослужения Господу, и не только уже в Иерусалиме, но по всему лицу земли будут совершаться богослужения в честь Господа Бога, единого Бога, которому во времена ветхозаветные поклонялись и молились израильтяне, евреи. А теперь все народы земли, и даже из этих народов, будет Господь избирать себе священников и левитов. То есть говорится о новозаветном служении, если мы применим к этому стиху новозаветную экзегезу. Но еще раз скажу, что можно истолковать и не столь радикально этот стих, 21 стих 66 главы, и видеть вот в этих самых них, в этом местоимении, с которого стих начинается, тех иудеев, которые были в рассеянии, а не те народы, среди которых они были в рассеянии. В 22 стихе вновь звучит тема нового неба и новой земли. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, — говорит Господь, — так будет и семя ваше, и имя ваше». Здесь семя и имя, спасенных Господом, и жителей нового освященного Богом Града, Святого Иерусалима. «Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицом моего на поклонение, — говорит Господь». Всякая плоть, имеется в виду всякий человек, образ выражения такой библейский, то есть каждый человек из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить в Иерусалим, в освятилище Господне для того, чтобы поклоняться Господу Богу, «простираться пред Ним, простираться в те времена, когда эта книга была составлена, можно было простираться лицом до земли, можно было только в Иерусалимском храме, во дворе Иерусалимского храма, в других местах земли простираться лицом до земли нельзя было, даже если ты молишься Господу». И будет поклонение пред лицом Господа, каждый человек будет постоянно поклоняться, завершается на такой торжественной ноте, это пророчество. Но есть еще один стих, заключительный стих 24 главы, очень такой мрачный, казалось бы. «И будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Вот такое эскатологическое пророчество в конце 66 главы, в конце всей книги пророка Исаии. То есть заканчиваться должно было, казалось бы, 23 стихом, и было бы как прекрасно, если 23 стих поменять с 24. Но текстологическая традиция не знает такой перемены, и поэтому заканчивается тем, что увидят люди, приходящие на поклонение в Иерусалим, а увидят они тех, кто не может прийти в Храм Господень, кто оказался вне этого Нового Иерусалима. Трупы их будут валяться, будут пожираться червями. Червь не умрет, и огонь не угаснет, словно в гиене огненной в долине сынов Энномовых, в этой Иерусалимской помойке, где когда-то стояла. Стояли идолы, совершались человеческие жертвоприношения во время моносии, потом это была городская свалка, помойка. Там действительно все время кишели черви, тлел, горел огонь, как на городских свалках обычно бывает. Этот образ применяется здесь у Исаии, и позднее он будет использован в Евангелии. Вот, например, в Евангелии от Марка, в 9 главе, мы читаем, ну там несколько иной контекст, речь Иисуса. Здесь даются моральные наставления и повторяется не только в 48 стихе, но в 44-м, в 46-м. Соблазняющими рука твоя соблазняет, отсеки ее, глаз твой соблазняет, вырви его и так далее. И рефреном идет, что гиена, огонь неугасимый, иначе, ну, чтобы тебе лучше без руки, без ноги, без глаза оказаться спасенным, чем оказаться в гиене с двумя руками и ногами и так далее. Где червь их не умирает и огонь не угасает, повторяет Иисус Евангелие от Марка после каждого такого вот наставления. Вот так заканчивается книга Исаии. 66-я глава является заключительной, обширная книга, книга одного из величайших пророков Древнего Израиля, которого в христианской экзегетике часто называют ветхозаветным евангелистом. Мы эту книгу с вами вместе, дорогие друзья, прочитали, и надеюсь, что наши занятия были полезными. Наше перечитывание этой книги, оно полезно для каждого из нас. Будем читать, продолжать читать Исаию, не раз возвращаться к ней, потому что в ней содержится много пророчеств. Да все, пожалуй, пророчества обращены не только к современникам, жившим тогда в Древнем Израиле, но ко всем нам, в том числе верующим, верующим XXI века. Спасибо, дорогие друзья. Запись эта сделана для библейского портала «Экзегет». Спасибо. 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 Спасибо.